МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА И в качестве участников, и в роли посетителей. Поприветствовать всех собравшихся на фестиваль приехал заместитель главы администрации Северского района Дмитрий Гостев. От имени главы муниципального образования Северский район Адама Шахметовича Джарима я от себя лично хочу вас поприветствовать на проводимом уже в третий раз гастрономическом фестивале «Веселые шкварки». Мне хочется отдельно поблагодарить агентство развития сельских инициатив Светланы Копыловой за то, что они поучаствовали, выиграли данный президентский грант. И пожелать всем участникам плодотворной, интересной работы, а всем отдыхающим хорошего настроения, погода этому способствует. Кубань по праву считается регионом многонациональным, так что и фестиваль объединил под своими шатрами представителей молдавской, сербской и кавказской кухни. Помимо всевозможных угощений, среди которых вина, сыры и мед, для посетителей работали лавки с сувенирами и целебными травами. В общей сложности фестиваль в этом году посетило более двух тысяч человек, что говорит об актуальности подобного вида туризма не только в нашем районе, но и в крае в целом. Праздник массовый, шикарный, солнце, все яркое, все вкусное. Праздник очень понравился, вообще все понравилось. Место очень красивое, просторное. С таким удовольствием мы готовимся, и мы знаем, что здесь действительно и наши люди, и наш клиент, которым мы можем рассказать, и мы можем узнать друг от друга. Потому что многие ведь ищут такой опыт, да, а найти не могут, правда? Праздник национальный, молдавская, украинская, ну, более близко нам, сербская. Ну, я впервые. Мне очень нравится все. Для посетителей на протяжении всего фестиваля выступали творческие коллективы, проводились конкурсы и розыгрыш призов. На поляне царила атмосфера настоящего народного гуляния, которое никого не оставит равнодушным. Каждый, кто приезжает на поляну, сразу же попадает на шумный праздник. ПОЮТ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ Парки могут по праву считаться одним из самых крупных событий, проводимых в районе в отрасли агротуризма. 1 октября во всем мире отмечается День пожилых людей. Это праздник всех тех, без кого немыслимо представить нашу жизнь, наших бабушек и дедушек. Праздник учрежден 14 декабря 1990 года, Генеральной Ассамблеей ООН. В этот день во многих странах проходят фестивали, конференции, праздничные концерты. Одно из таких мероприятий состоялось в Станице Северской. В Парке культуры и отдыха имени Пушкина за столиками собрались пожилые люди в Станице, чтобы поговорить о жизни, встретить друзей и знакомых. Можно с уверенностью сказать, что пожилые люди – это энергичные и жизнелюбивые граждане, подающие пример молодым. Именно на их плечи зачастую ложится ответственность за воспитание подрастающего поколения. Пока родители проводят время на работе, дедушка и бабушка воспитывают внуков. За плечами многих представителей старшего поколения непростая, полная трудности жизнь. Пожилой человек – это наставник, учитель жизни, чей богатый опыт помогает разобраться в любой ситуации. Мудрость и доброта – одна из отличительных его черт. В минувшие выходные в Станице Убинской состоялось значимое событие для всех, кто неравнодушен к восточным единоборствам. Межрегиональный учебно-тестационный семинар под руководством ректора Академии Айкидо и Санкт-Петербурга Валерия Скрылева собрал вместе представителей этого боевого искусства из нескольких регионов нашей страны. Мероприятие организовано Краевой Федерацией Айкидо и Айкидзюцу совместно с представителями Ставропольского края и Северной Осетии. Я возглавляю Санкт-Петербургскую Федерацию Айкидо. Более четверти века преподаю Айкидо. И это стало моей профессией. Я уже теперь больше ничем не занимаюсь. Ну и получаю от этого массу удовольствия. Надеюсь, что и те люди, которые ходят и занимаются, тоже довольны. В Краснодарском крае он занимает такое лидирующее положение в нашей стране. И здесь практика Айкидо ведется очень давно. Еще Александр Борисович Качан начинал здесь раскачивать Айкидо. И все, и сейчас ребята приехали, организовали большую федерацию. И то, что происходит сейчас в крае, вот в отношении вообще развития Айки, я считаю, что очень положительным. Айкидо возникло в Японии в начале 20 века. Его создатель – мастер боевых искусств Марихей Уисиба. В названии этой духовной и боевой практики лежат три японских слова – «Ай», означающие гармонию, «Ки» – энергию и «До» – путь. В отличие от подавляющего большинства боевых искусств, Айкидо не ставит своей целью травмировать противника. Да и вообще это в равной степени и философия, и искусство. По словам основателя Айкидо, истинный путь воина состоит в том, чтобы предотвратить конфликт. Это и есть искусство мира. Нападающий своей агрессией пытается нарушить гармонию. А боец Айкидо переводит эту негативную энергию в состояние покоя, то есть мирное состояние. Семинар проходил в течение трех дней. В нем приняли участие около 80 человек разных возрастов, в том числе и самые маленькие спортсмены. Мне нравится ходить на Айкидо, потому что это здорово, и круто, и еще, и у меня там много друзей, а еще учители хорошие. По завершению семинара состоялся экзамен на черные пояса, которые с честью выдержали все пять заявленных кандидатов. Индийский нумизмат Айзуддин Пател на один день открыл общественности доступ к своей коллекции монет и купюр. Собирал он ее четверть века. Некоторым экспонатам выставки несколько сотен лет. «Сейчас в моей коллекции 275 видов валют разных государств. Я побывал в 24 странах, включая США, Великобританию, Грецию, Турцию, Россию, Албанию и Боснию. Приезжая в каждую страну, я трачу все свои деньги на монеты». Большая часть коллекции состоит из индийской валюты, выпущенной в разные времена и при разных правителях. Богатая история Индии породила множество денежных знаков. В течение двух веков ее северная часть была под контролем дэлийского султаната. Потом Индия побывала под властью империи великих моголов. А после этого зародилась Маратхская империя. В коллекции есть и купюры с монетами эпохи британского колониального владения. И, конечно, в нее входят современные деньги Индии. «Наши деньги – это наше наследие. У каждого должно быть горячее желание сохранить его. Благодаря этой нумизматической коллекции мы больше узнаем о нашем наследии и нашей истории». Айзудин по профессии художник и фотограф. А коллекционирование монет – его страстное увлечение. Айзудин по профессии художник и фотограф. Айзудин по профессии художник и фотограф.